Подключи тариф на все 100 от компании IntercomTel. Скорость до 100 мегабит в секунду днем и ночью. А для новых абонентов месяц в подарок. Он сейчас идет на экране Ивановского кинотеатра. А какие эмоции первые испытывает человек, когда проделал, наверное, громадную работу? Ну, не маленькую точно. Ну, не знаю, ощущение такое, что я ребенка в университет отправила. Потому что я его вырастила, сделала все, что могла для его воспитания. И теперь уже его судьба зависит от него самого. Мне посчастливилось посмотреть фильм о фильме, где вы подробно, вся ваша команда рассказала, как это было. Ну, я такой человек, я сразу придираюсь к некоторым словам. И в самом начале этого документального фильма о вашем кино вы говорите, и мы принялись за сценарий. А я, может быть, неаккуратно посмотрел, я не увидел имя сценариста фильма, хотя он, конечно же, там есть. Но для меня удивительно. И вы принимали участие в сценарии? Я особо это спрашиваю, потому что в этом же фильме вы не раз отмечаете, что для много для вас, хоть и очень молодой девушки, но все-таки уже опытного режиссера, и все равно было многое впервые. Вы даже оцениваете эту работу как первую свою настоящую работу. А ведь когда человек заявляет такое и задолго готовится к ней, я представляю, как он трепетно выбирает тему, о чем он будет снимать кино. И в этот раз получилось. Тема нашла вас, вы нашли тему. И почему вы не стали работать по готовому сценарию? Это, может быть, облегчило вам во многом вашу работу? В данном фильме тема нашла меня. Просто Александр Шарыгин, который основатель фонда «Повышенная потребность» по помощи детям-аутистам, задумал снять фильм. Идея пришла к нему абсолютно в голову, а мы просто приехали к нему в гости. И когда он как-то озвучил это вслух, я просто уже прямо в тот данный момент понимала то, что я буду это снимать. Это судьба. Я просто поняла то, что меня это трогает. Я это очень хорошо чувствую, я это очень хорошо понимаю. И погрузилась в тему, изучила ее, и началось написание сценария. Моим соавтором по сценарию был Андрей Перов, сценарист из Санкт-Петербурга. И мы с ним вместе работали. Некоторые сюжетные повороты придумала я. А диалоги писал Андрей, потому что он профессионал в этом деле. А вы ни на секунду не задумывались, что можно найти и готовый сценарий, который, может быть, разделял бы и ваши эмоции, и ваши отношения вообще к этой теме? Я проводила конкурс сценариев в интернете. Мы объявили тему, что главный герой должен быть аутист. Вот такой-то хронометраж фильма, присылайте. Если все получится, то вы приедете на площадку, примите участие в съемках фильма и так далее. Мне прислали примерно, может, 35-40 работ. Но это ужас. Поэтому я написала сама идею, концепцию, и Андрей включился вовремя в работу. Мы сняли хорошее кино. Я сейчас обучаюсь на сценариста в школе Александра Миты. И это мастер, который, помимо того, что учит, он еще очень вдохновляет. Порой нас прям так жестко, с матом. Но я люблю, когда так сразу съезжает. Неужели не страшно, когда вот кинотеатр, когда полный зал людей, когда вы уже чувствуете какой-то вот этот звук, а в звуках вы разбираетесь, что пленка, вот она пошла, и вот сейчас начнутся уже первые кадры. Какое у вас настроение? Вот как вообще вы все это переживаете? Вы оглядываетесь на зрителя? Или вы полностью сосредоточены, как и я, в то, что происходит на экране? Во время процесса съемок фильма мне ничего не страшно. Может быть, я психопат. Но именно на премьере было страшно, потому что пойдет ли файл, включится ли звук. И много-много технических моментов, которые часто от меня не зависят. Но я очень доверяю своим мальчишкам, которые все взяли в свои руки. Но все равно я очень переживала. И до того момента, как начались первые кадры, просто места себе не находила. Но нынче у меня получилось провернуть то, о чем я давно мечтала. Это смотреть на зрителей во время просмотра. Свой фильм я знаю, конечно, наизусть. Мне не надо смотреть на экран, чтобы понимать, что происходит. И я просто вернулась, смотрела на зал. Поняла, какие шутки больше в цель попали, какие меньше. Где они переживали, где им хотелось плакать. Это здорово очень смотреть на зал. Если ко мне подойдут и скажут, что да, в этом моменте я бы сделала по-другому, чтобы добиться вот такого эффекта. Или зря ты сделал вот это, это, потому что так-то и так-то. Когда меня критикуют знаменитые какие-то продюсеры, успешные и режиссеры, конечно, я прислушиваюсь к этой критике. Потому что надо расти. И иногда зритель обычный такой скажет комментарий. То, что ты понимаешь, да, он прав. Почему нет? Главное, чтобы этот комментарий был обоснованный. Это фильм короткометражный. Чуть больше 20 минут. Ваше тоже принципиальное решение. Вот этого времени как раз вполне достаточно, чтобы и максимально тему раскрыть, и максимально зрителя удержать. Или были такие обстоятельства, о которых, может быть, вам и не хочется говорить, или темы не хватало на полный метр, или что-то мешало сделать полнометражный фильм? Сначала в задумке вообще было 10-15 минут. Это был короткометражный фильм. Сейчас мы везде специально указываем то, что это кинорассказ, потому что он вырос. Вообще мы даже снимали дополнительную сцену после съемок фильма, когда мы его смонтировали. Мы решили то, что не хватает еще одного момента. Мы опять вызывали всех актеров и делали досъем, и он еще увеличился. Но на данный момент, мне кажется, что формат, который образовался, он все раскрывает, он все рассказывает. Получается, что львиную долю времени Дарья Лебедева еще и продюсером выступала в этом фильме. Откуда и Сергей Бадюк в вашем фильме? Откуда и актер, с которым вы знакомы? Это все какие-то знакомства, те связи, которые мало имеют отношения вообще к режиссерской работе? Мало, конечно. Сергей Николаевич Бадюк – это отдельная история. У меня есть мой знакомый из Москвы, который продюсирует его передачу про огнестрельное оружие под названием «Мужские игрушки». Я приехала в Москву, у меня была проблема, которая помогала как раз решить мне Миша. А у него заболел оператор. Он говорит, Даш, выйди оператором на площадку. Говорю, ты с ума сошел? Я оператором, я тебе все накосячу, я не попаду в фокус. Я не оператор. Он говорит, мне нужно хоть кто-нибудь человеческого воплощения, чтобы он мне нажал на кнопку. И так я поехала оператором к Сергею Николаевичу. То есть стояла за двумя камерами, за двумя фотоаппаратами одновременно, снимала с двух точек. И в перерывах между блоками я смогла рассказать ему сценарий своего фильма. Он заинтересовался, сказал, ну, хорошая история, я готов поучаствовать. Я, конечно, зацепилась сразу за его фразу. И мы поработали вместе. Он не отказался в дальнейшем от своих слов. Он был на съемках, по-моему, в Греции где-то. Он прилетел к нам в Иваново на храмцовские карьеры, отработал, вообще не капризничал. Хотя я подозревала то, что наверняка человек такой величины потребует каких-то особенных удобств, которых мы не могли предоставить. Но Сергей Николаевич очень понимающий. Он очень хороший человек. А вы себе задавали вопрос, а почему вам так везет на хороших людей? Не знаю. Но везет пока, и я этому счастлива. Наверное, потому что сами хороший человек. Даш, вы из тех людей, когда работая над одним проектом, обязательно для себя, может быть, даже чтобы еще были сильнее эмоции вот в этом деле, которым вы сейчас занимаетесь, вы уже делаете какой-то шажочек в будущее. Вы уже задумываетесь о другой работе. Когда мы заканчивали монтаж каждой 88-й, подбирали звуки, шумы, вот в этот момент я понимала то, что как режиссер я практически уже ничего не могу сделать. Я участвовала в озвучке актеров, в подборе музыки, когда мы ее писали. Но теперь уже все. То есть когда фильм идет на вывод, я практически бессильна. И тогда я истерично начинаю искать новую тему, потому что я не могу без идеи жить. Я не могу жить без будущего фильма внутри себя. И я скажу то, что нынче случилось что-то невероятное, ко мне пришло озарение. Я увидела финал своего будущего фильма. И я поняла то, что с меня снова нашла тема. Я сейчас пишу его. Это будет просто обалденный фильм. Нынче полнометражный. И уже все, уже каждая минута моей жизни посвящена ему. Вот болею уже месяц. А как вы мотивируете свою команду? А их не надо мотивировать. Они любят кино. И они профессионалы своего дела. Они хотят создавать фильмы на высоком уровне. Они растут ежедневно сами. И когда рассказываем тему фильма, почти все уже знают, о чем я пишу, я вижу их горящие глаза и вижу, что да, они тоже хотят снять на эту тему. Они вообще очень неравнодушные люди. Я часто присутствую на площадках других режиссеров и замечаю за командой такой недостаток, что они не понимают даже, о чем фильм снимают. Они понимают, сколько у них за день сумма денег какая и сколько они получат, если у них будут переработки. Вот это они не четко понимают. А о чем фильм им плевать. У нас не так. У нас даже грузчики знают, о чем фильм. Потому что мы все работаем над общим делом. И у всех приходят какие-то креативные решения. До съемок фильма. Это идет грандиозная работа по подготовке, когда вся команда участвует в творчестве. Я раскладываю сценарий. Мы рисуем раскадровку. Все предлагают идеи, как это осуществить. И я часто принимаю, потому что они очень креативные, умные люди. Хотел бы я креативных, умных людей, которые любят кино. Вот тех 24-х человек, которые работают вместе с вами, вот здесь всех собрать. И задать им, может быть, тоже свои вопросы. Но не получается у меня технически. Но я думаю, что через вас мы как раз и говорили со всей вашей командой. Спасибо вам за то, что вы есть, за то, что вы делаете такое отличное кино, и за то, что у вас никогда не иссякают идеи. Я вас благодарю. Сегодня с вами прощаюсь. Наши интересы напоминают, что у нас в гостях была режиссер киностудии «Наследники» Дарья Лебедева. Вопросы и комментарии по телефону 59-21-21. До свидания. Всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Дарья Лебедева. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова